Доброго времени суток, дорогие читатели ресурсов ящика ответов. Информация данного обращения предназначена прежде всего для руководителей общества Стражевой башни. Из-за некоторых трудностей это обращение придется зачитывать не брату, как было ранее, а сестре, то есть мне. Если же это кого-то смущает, можете поразмышлять над содержимым данного видео, читая его в текстовом варианте. Ссылку на текстовый вариант, как всегда, ищите в описании к этому видео. Это обращение посвящено обсуждению исправлений в Библии перевода Нового мира 2021 года на русском языке. На региональном конгрессе 2021 года, который называется «Вера делает нас сильными», был дан краткий обзор изменений в Библии перевода Нового мира выпуска 2021 года по сравнению с Библией выпуска 2007 года. Напомним, что в 2013 году общество Стражевой башни выпустило пересмотренный перевод Нового мира на многих языках, кроме русского. И вот, наконец, по мнению общества, русскоязычное население планеты имеет возможность пользоваться наиболее точным и наиболее буквальным переводом, которому уверенно можно доверять. Именно так сказал о Библии перевода Нового мира 2021 года член руководящего совета Кеннет Кук. Эти изменения в Библии перевода Нового мира 2021 года на русском языке мы и рассмотрим в этом обращении, отметив как положительные его стороны, так и отрицательные. Сразу же заметим, отрицательные стороны Библии перевода Нового мира 2021 года покажем не с целью умолить труд тех, кто работал над его пересмотром, а, как и всегда, исключительно для того, чтобы в последующих пересмотрах Библии можно было устранить и оставшиеся проблемы. Судя по тенденции, это не последний пересмотр Библии перевода Нового мира. Следует отметить также и то, что переводчики общества Сторожевой башни использовали не рукописи на иврите и греческом языках, а Библию перевода Нового мира на английском языке. К тому же, среди переводчиков этого пересмотренного перевода не было помазанников. Откуда мы, свидетели Иеговы с сайта ящика ответов, это знаем? Поясняем. Во-первых, в писательский комитет, откуда были набраны переводчики, с 1992 года набираются свидетели Иеговы с земной надеждой. Во-вторых, переводчикам предоставили специальное обучение, компьютерные программы и, что немаловажно, возможность задавать вопросы руководящему совету по поводу того, как переводить, об этом известил Кеннет Кук, какой-либо текст. Если переводчик-помазанник, то помощь при переводе ему оказывает непосредственно Святой Дух. Ему не нужно спрашивать у членов руководящего совета, как именно переводить те или иные тексты Библии, чтобы не исказить смысл слова Иеговы. Сравните, например, Деяния 2 с 4 по 11 текст, 1 Иоанна 2, 20, 27 и 2 Тимофея 3, 16, 17, чтобы в этом удостовериться. А если переводчик спрашивает у членов руководящего совета о том, как ему переводить тексты Библии, значит, сам переводчик Святым Духом недвижим, и его перевод передаст мнение членов руководящего совета, а оно, как показывает практика, не всегда совпадает со мнением Иеговы, то есть не всегда соответствует Слову Бога Библии, о чем мы подробно говорим в разделе 3 нашего YouTube-канала, который называется «Обращение к руководству общества Сторожевой Башни». Но для того, чтобы никто в народе Бога не считал этот перевод результатом труда переводчиков, передающих мнение членов руководящего совета, Кеннет Кук сообщил, чтобы все свидетели Иеговы считали этот перевод достоверным словом Иеговы. Вывод из этих слов члена руководящего совета напрашивается не очень хороший, то есть все свидетели Иеговы должны считать мнение руководящего совета мнением Иеговы, что подтверждает предсказание из 2 Фессаленкицем 2 главы со 2 по 4 текст. Так, по крайней мере, выходит из слов брата Кеннета Кука. А теперь переходим к краткому обзору Библии перевода Нового Мира на русском языке, пересмотренной в 2021 году. Сначала скажем о положительных изменениях. Радует, что кое-что в пересмотренном переводе считаем исправили в лучшую сторону. И самый первый крупный плюс заметен на обложке Библии перевода Нового Мира 2021 года. А именно... Теперь эта книга называется просто «Библия», то есть нет надписи «Перевод Нового Мира», раздражающие жителей России из-за гонений на свидетелей Иеговы. Также порадовало, что если открыть сайт ящика ответов, можно увидеть, что много проблемных текстов, рассмотренных в разделе «Издержки перевода Нового Мира», исправлены. Ссылку на этот раздел тоже дадим в описании к видео. Примеры проблем перевода Нового Мира 2021 года выделим знаками вопроса и приведем пояснение к ним. Правда, для этого вам придется смотреть на экран, где будут показаны все тексты, которые будут рассмотрены. Первый текст из положительных изменений записан в переводе Изекииля 38 главы 16 текст. Приведем для сравнения сначала текст перевода Нового Мира 2007 года и укажем его проблему. Цитирую ПНМ 2007 года, Изекииль 38, 16. «Я приведу тебя, чтобы народы узнали меня, когда я освящусь в тебе, о Гог, перед их глазами». Проблема в данном случае в том, что Бог не может осветиться в дьяволе, так как дьявол – не выходящее место для присутствия в нем и Еговы. Эти примечания ящика ответов. Теперь проблему данного текста исправили. Перевод Нового Мира 2021 года. Изекииль 38 главу 16 текст показывает так, цитирую. «Я приведу тебя, чтобы народы узнали меня, когда я явлю им свою святость через то, что сделаю с тобой, Гог». То есть и Егова осветится не в дьяволе, а через те деяния, которые он совершит с дьяволом и чему свидетелями будет весь народ Бога. Теперь далее. Рассматриваем текст 2 Коринфянам 8, 21 в сравнении с переводом Нового Мира 2007 года, «Где была такая проблема?» Цитирую этот перевод. «Так как мы распоряжаемся имуществом честно, не только перед Еговой, но и перед людьми, здесь проблема в употреблении слова «имущество». Это слово, судя по всему, вставили или придумали в обществе сторожевой башни. В рукописи этого слова нет. Примечания ящика ответов. Теперь переводы этого текста исправили. Читаю перевод Нового Мира 2021 года, 2 Коринфянам 8, 21. Звучит так. «Ведь мы стараемся все делать честно, не только перед Еговой, но и перед людьми. Как видим, здесь убрали слово «имущество» и тем приблизили смысл слов апостола Павла к истине. Христиане стараются абсолютно все делать так, как будто бы делают это для Еговы, а не только заботиться об имуществе». Далее рассматриваем текст Луки 14, 23. Показываю проблему перевода Нового Мира 2007 года. Цитирую. «Господин сказал рабу, выйди на дороги и заставь людей прийти, чтобы мой дом наполнился». Проблема в том, что Егова никого не заставляет приходить к нему. Он может лишь увещевать. Эту проблему отметил ящик ответов на своих ресурсах. Теперь же Луки 14, 23 исправлен так. Цитирую Перевод Нового Мира 2021 года. «Пойди на дороги и проселки и уговори людей прийти, чтобы мой дом был полон». Как видите, проблема устранена. Далее. Теперь смотрим текст Филиппийцам 2, 5. Всем он очень хорошо известен. В варианте перевода Нового Мира 2007 года он звучит совсем неудобоваримо. Цитирую. «Хотя имеется в виду Иисус и был в образе Бога, не помышлял о посягательстве о том, чтобы быть равным Богу». В таком варианте очень сложно понять. Этот текст. «Иисус на самом деле был равен Богу по происхождению, так как Он был Духом, так же, как и Егова. Но Иисус не был равен Богу по положению». Это примечание ящика ответов. Теперь текст Филиппийцам 2, 5 исправлен на более правдоподобный вариант. Цитирую Перевод Нового Мира 2021 года. «Иисус, хотя и был подобен Богу, даже не думал о том, чтобы занять место, которое Ему не принадлежит, и стать равным Богу». Как видим, здесь вполне ясно, что, хотя Иисус был подобен Богу или равен Ему по происхождению, однако же Он не претендовал занять равное с Богом положение. Далее смотрим текст притчи 11.15. Перевод Нового Мира 2007 года звучит так. «Кто ненавидит рукопожатие, живет беззаботно». Проблемное место – это рукопожатие, ведь речь идет не о рукопожатии в данном тексте, а о ручательстве за других. Это примечание ящика ответов. Теперь по смыслу данный текст притчи 11.15 в переводе 2021 года исправлен верно, и речь в притче 11.15 идет именно о вреде ручательства за других. Смотрим далее. Теперь цитирую 2 Коринфянам 9.12 перевод Нового Мира 2007 года. «Потому что служение, которое вы совершили, должно не только с избытком удовлетворить нужды святых». Здесь проблемное место в слове «с избытком». Святые первого века не требовали удовлетворения своих нужд с избытком. Они обходились малым примечанием ящика ответов. Теперь исправлено. Цитирую перевод Нового Мира 2021 года. Сделал нас, людей, царством, и священниками. Здесь проблемное место царством. Вместо царями и священниками, как должно переводить, это местописание перевод Нового Мира 2007 года перевел, как сделал нас царством. Данный вариант защищал учение общества сторожевой башни о том, что царство – это якобы небесное правительство. Дескать, небесные священники – это царство Бога и есть. А в переводе Нового Мира 2021 года этот текст исправлен. Цитирую Откровения 1, 6 и 5, 10 в варианте перевода Нового Мира 2021 года. Бог сделал людей царями и священниками. Данный вариант соответствует Писанию больше, чем вариант 2007 года. Теперь смотрим текст Луки 21, 36 в варианте перевода Нового Мира 2007 года. «Поэтому бодрствуйте, чтобы вы смогли избежать всего, что должно произойти, и остаться стоять перед сыном человеческим». Здесь проблемное место в «остаться стоять». Этот вариант защищает учение общества сторожевой башни о том, что свидетели и еговы переживут Армагеддон. А по сути, надо было бы переводить хотя бы так. Например, «бодрствуйте, чтобы предстать пред Иисусом Христом», имеется в виду для суда. Сравните текст римлянам 14, 10, чтобы это понять. Данное примечание – ящик ответа. В переводе Нового Мира 2021 года эта проблема учтена и исправлена. В общем, если вы просмотрите тексты издержек перевода Нового Мира 2007 года с сайта ящика ответов, то сами увидите, что многое учтено и исправлено на более приемлемый смысловой вариант. «Ссылаемся на перечень указанных нами проблем перевода Нового Мира для того, чтобы было проще проследить изменения, а не потому, что считаем, будто общество сторожевой башни учло наши замечания. Хотя, не скроем, были бы этому только рады». Теперь поговорим о недостатках перевода Нового Мира издания 2021 года. И первое, что бросается в глаза из речи Кеннета Кука – это то, что в обществе сторожевой башни не перестали вести политику расхваливания своего перевода и уничижения других переводов. И это при том, что многие тексты в переводе Нового Мира 2021 года так и остались, считаем, без отражения истинного смысла рукописей, то есть без Духа Иеговы. Например, самый простой пример притчи 14-17. Эта притча по-прежнему, считаем, в синодальном варианте, более приближена к истине Иеговы. Цитирую эту притчу в синодальном переводе. «Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен». То есть, если вспыльчивый сделает зло, это еще куда не шло. Зло, простительно, но если зло запланировано, это отвратительно в глазах Бога. Именно этот смысл считаем правильный. А что же делает перевод Нового Мира? Смотрим, как он переводит эту притчу. Читаю притчу 14-17 в варианте перевода Нового Мира 2007 года. «Кто скор на гнев, тот сделает глупость, но человек, обладающий мыслительными способностями, ненавидим». Так как в притчах излагается мнение Бога, то создается ложное впечатление, что Иегове не нравятся мыслящие люди. Это примечание ящика ответа. В переводе Нового Мира варианта 2021 года исправили данный перевод на другой вариант. Цитирую. «Вспыльчивый ведет себя глупо, а человека, который все старательно обдумывает в сноске рассудительного, ненавидят». То есть, хотя перевод исправлен на то, что рассудительных ненавидят люди, а не Бог, однако смысл сказанного так и остался искаженным, и проблема злоумышленников, обдумывающих злые деяния, сокрыта в переводе Нового Мира 2021 года, так же, как она была сокрыта и в переводе Нового Мира 2007 года. Далее. Например, текст из Луки 22.17, перевод Нового Мира 2021 года, оставил точно таким же, каким он был и в варианте 2007 года, защищая порядок проведения вечери у свидетелей и Иеговы, где большинство не принимают от символов, а передают их друг другу. Цитирую этот перевод. «Взяв чашу, он поблагодарил Бога и сказал, возьмите ее и передавайте друг другу». А на самом деле смысл слов Иисуса Христа таков. «Примите чашу и разделите вино между собою». Примечание ящика ответов. Далее обратим внимание на текст Ефесиным 4.8. Его в переводе Нового Мира 2021 года немного видоизменили, однако смысл оставили в том же варианте, в каком проще учить о дарах в виде старейшин. Сравним этот стих в переводе Синодальной Библии. Ефесиным 4.8 в Синодальном переводе звучит так. «Посему и сказано, вошед на высоту, принял плен и дал дары человекам». Далее по контексту указывается, какие именно духовные дары Иисус дал людям. Например, апостольские, учительские, пророческие и так далее. Можете посмотреть Ефесиным 4.8 и 11. Данное примечание ящика ответов. А теперь смотрим перевод Нового Мира 2007 года и 2021 года Ефесиным 4.8. Итак, я цитирую Ефесиным 4.8 перевода Нового Мира 2007 года. «Поднявшись на высоту, увел пленников, дал дары в виде людей. Теперь цитирую перевод Нового Мира 2021 года, этот же текст Ефесиным 4.8. «Поднявшись на высоту, он увел пленников, дал людей, которые стали дарами от него, от Бога». То есть и в Библии перевода Нового Мира 2021 года несовершенный пастырь – это якобы дар Еговы. Дескать, ему как к дару Бога особое почтение, чего не может быть, так как все дары Еговы, как известно, совершенны. Об этом нам говорит Яков в первом послании, 17 тексте. Ну, а несовершенный пастырь, конечно же, не может быть даром от Еговы. Он может дать человеку дар хорошо управлять паствой, то есть дар старейшины. Ну, а сам потомок Адама не может быть даром Еговы. Далее покажем более крупные недостатки. Некоторые тексты в переводе Нового Мира 2021 года изменены так, чтобы еще ярче подтвердить какое-то учение общества сторожевой башни. Например, всем нам хорошо известный текст из 1 Фессалоникийцам 4, 16, 17, где говорится о том, что во время звучания последней трубы все 144 тысячи помазанных братьев, которые составляют невесту Христа, поднимутся ко Христу для встречи с Ним на небесах. Дело в том, что в обществе сторожевой башни учат, что с весны 1918 года первое воскресенье уже началось. Дескать, те, кто из помазанников умирает, начиная с весны 1918 года, они сразу уходят на небо вплоть до сегодняшнего дня. Об этом записано в сторожевой башне от 1 января 2007 года на странице 28 в абзаце 12. Каждый при желании может найти эту сторожевую и проверить данную информацию. Однако контекст Библии учит иначе. Первое воскресенье начнется при седьмой или последней трубе, и все 144 тысячи уйдут на небо одновременно и одной группой, как это отражено в синодальной Библии, цитирую ее перевод. «Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с теми, кто воскрес при седьмой трубе, восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе». Контекст из 1 Фессалоникийцам 4, 16, 17, 1 Коринфянам 15, 52 и Откровения 11, 12, 15 подтверждает мысль о том, что вся группа помазанников, которые будут править с Христом на небе, поднимется к нему одновременно при последней трубе. Итак, по контексту можно ясно увидеть, что все 144 тысячи поднимутся к Христу вместе и одновременно на небеса. В переводе Нового Мира 2007 года сначала убрали слово «вместе», но, тем не менее, смысл одновременного ухода на небо всех 144 тысяч помазанников еще оставался. Цитируем 1 Фессалоникийцам 4, 16, 17 в варианте перевода Нового Мира 2007 года. Потом мы, живущие, оставшиеся в живых, будем унесены с ними в облаках, чтобы встретить Господа в воздухе. То есть и умершие до седьмой трубы, и дожившие до нее, все вместе уйдут на небо. Об этом говорит место перевода 2007 года, что мы уйдем с ними, с теми, кто воскрес при седьмой трубе. А вот перевод Нового Мира 2021 года уже переведен так, чтобы у свидетелей Иеговы даже и мысли не возникло об одновременном уходе на небо 144 тысяч, о том, что учение общества о первом воскресении с весны 1918 года неправильное, то есть не соответствует Библии. Они не только убрали слово вместе, как это сделано в переводе 2007 года, но и изменили сам смысл этого текста. Цитируем перевод Нового Мира 2021 года. Будьте внимательны, дорогие. Итак, цитата. Потом те из нас, кто еще будет жив, поднимутся к ним в облаках, чтобы встретиться с Господом на небе. Какая здесь проблема? Здесь вместо смысла уйдем с ними, то есть те, кто дожил до седьмой трубы, уйдет с теми, кто воскрес при седьмой трубе. Вставлен смысл уйдем к ним, дескать, те, кто дожил до седьмой трубы, уйдут на небо к тем, кто якобы уже живет на небе с 1918 года в образе 24 старцев из Откровения 4.4, где об этом объясняется во всех публикациях Общества Сторожевой Башни. Так, перевод Нового Мира 2021 года, можно сказать, убрал все вообще улики, разоблачающие их неправильное учение о якобы постепенном уходе 144 тысяч на небо с весны 1918 года. Теперь немного о точности и буквальности перевода Нового Мира 2021 года, о чем так много говорил брат Кеннет Кук в своей речи. На самом деле, например, вариант перевода «и будут двое одно целое», как привел пример Кеннет Кук, это смысловой, а не буквальный перевод. Буквальный перевод текста Бытия 2.24 звучит так «и будут двое одна плоть». То же самое наблюдается и в Евреям 11.1. Я привожу примеры, которые приводил брат Кеннет Кук. Цитирую Евреям 11.1. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В переводе 2021 года здесь добавлены слова по смыслу, но в рукописи их нет. Вера – это твердая убежденность в том, что наша надежда осуществится, ясное доказательство существования того, что невидимо. Это я прочла текст из Евреям 11.1, в варианте 2021 года. Всех подчеркнутых слов нет в рукописи. Они переведены по смыслу, а не сделаны буквальным переводом. То же самое касается и текста из Матфея 25.46. Посмотрим его в нумерации Стронга Синодальной Библии. Цитирую Матфея 25.46 в Синодальном варианте. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Здесь использовано слово «мука». Стронг пронумеровал её номером 28.51. А что же мы видим в переводе Нового мира 2021 года? В переводе Нового мира 2021 года выражение «муку вечную» заменили на выражение «вечное уничтожение» с пояснением «смерть». Несмотря на то, что среди значений слова 25.81 переведено словом «мука» в Синодальном варианте, нет значения «уничтожение». У слова 28.51 значения всего лишь два – наказание или кара. Уничтожение нет. Подстрочник Винокурова тоже даёт в значении наказание, а не уничтожение. Как видим, перевод Нового мира – это не буквальный, а смысловой перевод, сделанный с учётом учений свидетелей Иеговы. А смысловой перевод, если его делает непомазанник, это всегда риск неправильно передать смысл слова Иеговы и исказить его в пользу защиты учений своей конфессии. Переводчики же должны придерживаться значения слов, используемых в рукописи, а не заменять их на те, что более подходят по смыслу, по мнению Руководящего Совета Общества Сторожевой Башни. То есть, как видно по показанным выше переводам, переводчики не ставили цель перевести слово Бога точно, но ставили цель перевести тексты Писания так, чтобы свидетелям Иеговы был понятен именно тот смысл, который вложил в него руководящий Совет Общества Сторожевой Башни, согласовывая свой перевод с учениями свидетелей Иеговы или с учениями Общества Сторожевой Башни. Далее интересен и этот факт, что в переводе Нового Мира 2021 года некоторые тексты, буквальный смысл которых разоблачает какие-то учения общества, переводчики скрыли в сноске. Например, против учения о том, что свидетели Иеговы переживут Армагеддон, мы часто приводим факт, что, умирая, верные служители Иеговы, такие как Иисус Новин и Давид, например, всегда говорили «Я ухожу в путь всей земли». То есть они подчеркивали, что все люди умирают. Об этом известно из Иисуса Новина 23, 14 текст и 3 царств 2 глава 2 текст. То есть эти помазанники точно знали, что все потомки Адама смертные и ни один житель этого века не избежит смерти первой. Эту мысль повторил и апостол Павел в Евреям 9, 27. Перевод Нового мира 2007 года еще использовал этот смысл. Смотрим книгу Иисуса Новина 23, 14. Цитирую. «Сегодня я отправляюсь в путь, в который предстоит отправиться каждому на земле». В сноске дается ссылка на Первое царей 2.2, где тоже передвину также. «Я отправляюсь в путь, в который предстоит отправиться каждому на земле». То есть слова Иисуса Новина и Давида в переводе Нового мира 2007 года еще показывают, что смерть предстоит испытать каждому человеку на земле. А вот перевод Нового мира 2021 года, о котором говорится, что он точный и буквальный, скрыл буквальный перевод в сноску, заменив его смысловым. Цитируем Иисус Новин 23, 14 в варианте 2021 года. Там написано «Скоро я умру». То есть здесь нет мысли о том, что каждый человек должен отправиться в путь смерти или умереть. Сноски читают далеко не все свидетели Иеговы, поэтому обществу Сражевой Башни проще поддерживать учение о том, что факт смерти Давида Иисуса Новина, к примеру, и остальных, это естественно. А вот свидетели Иеговы, живущие в конце этого века, будут исключением. Они не уйдут в путь всей земли, а переживут Армагеддон. Ну и мы теперь не можем использовать аргумент, как путь всей земли – это путь смерти, в качестве доказательства, что все умрут, так как в переводе Нового мира 2021 года уже такого выражения, по сути, в переводе нет. Итак, в важных текстах перевода Нового мира 2021 года буквальный перевод спрятан в сноске, а в не столь важных буквальный смысл вынесен в сам перевод с пояснением его смысла сноски. Например, 1 Тимофея 5.22 звучит так. «Рук ни на кого поспешно не возлагай» – это буквальный перевод, а в сноске поясняется, то есть ни на кого не назначай поспешно. Или 1 Тимофея 5.23 «Воду больше не пей» – это буквальный перевод. В сноске пей не только воду. Почему в переводе Нового мира 2021 года, заявленного как буквальный перевод, «местами смысловой перевод, а местами буквальный» – нам так и не ясно. Нет единого алгоритма перевода, хотя это и неправильно, если перевод заявлен как буквальный. Перевод может быть либо буквальный, как, например, Одинцова-Белинского, где показан лишь набор слов-рукописи, либо он может быть смысловым. А если перевод заявлен как буквальный, как в случае с ПНМ, и он показан в виде смеси буквально смыслового перевода, дескать, где хотим переводим буквально, а где нам надо переводим по смыслу, это неправильно. В итоге ясно одно. Важные тексты, разоблачающие сомнительное учение общества Сторожевой башни, спрятаны в сноску, а маловажные показаны буквальным переводом. Именно это и позволяет обществу рекламировать перевод Нового мира 2021 года как буквальный и точный перевод. И, наконец, последнее, на что обратили внимание. В Библии перевода Нового мира 2021 года очень много включено пояснений к переведенным местам. Невольно возникает вопрос, если перевод Нового мира 2021 года лучший для понимания и самый точный, то зачем к понятным текстам приводить еще и множество толкования? На этот вопрос каждый пусть ответит себе сам. Надеемся, этот материал окажется полезным для тех, кто желает видеть смысл в пересмотрах перевода в Библии общества Сторожевой башни. Материал был подготовлен свидетелями Яковы с сайта «Ящик ответов» с большим уважением ко всем братьям и сестрам свидетелям Яковы. И снова напомню, если кому-то было сложно воспринимать данный материал на слух, если кто-то желает поразмышлять над переведенными текстами Писания, сравнив перевод Нового мира 2021 года и 2007 года, вы можете сделать это, прочитав текстовый вариант информации данного видео. Ссылку на текстовый вариант вы найдете в описании к этому видео. Спасибо за внимание.